Хоть у летних каникул уже финальный аккорд, это время еще можно потратить с пользой. В оздоровительных лагерях Минской области начинается последняя смена. Школьникам предлагают разнообразную программу и палаточные городки, и акватерапию на Лазурной Нарочи. И особенно популярны в этом сезоне международные отряды. Отдохнуть перед новым учебным годом в белорусский регион приезжают дети из Японии, Китая, Польши и России. Интернациональное лето в репортаже Юлии Токарь. Я помню, после землетрясения было большое цунами. Наш дом, к счастью, не пострадал. Мне даже школу не пришлось менять, а вот многие наши знакомые были вынуждены переехать. 17-летний Сема Сузуки хорошо помнит события 2011-го. Сегодня, конечно, эти воспоминания уже ничего не омрачает. Выпускник старшей школы в национальном костюме юката и главным атрибутом веером в руках готовится выйти на белорусскую сцену, чтобы познакомить своих новых друзей с традициями восточного побережья Азии. Юката – это разновидность нашего традиционного костюма кимоно. Его украшают цветы, а на головах у нас обручи с цветами. Носят такие только незамужние девушки. Я уже третий раз, и мне кажется, что я не последний раз приеду сюда, потому что каждый раз, когда я приезжаю, я узнаю что-то новое, ознакомлюсь с новыми людьми, нахожу новых друзей из разных стран, из разных городов. Седьмой год подряд детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок» принимает гостей из Японии. Накануне в смене отдыхали школьники из Китая. Кстати, язык иероглифов становится все более популярным у юных белорусов. Вот эти ребята остановились в палаточном городке. С нами сейчас японцы отдыхают, мы с ними тоже хорошо общаемся на английском. Китайцев мы не успели застать, но у нас две замечательные учительницы, которые приехали из Китая, поэтому мы можем с ними общаться тоже. Классно то, что мы катаемся на катамаранах, уже четыре раза сходили в бассейн за всю смену, катались на катере, у нас тут всегда очень весело, куча мероприятий. К нам приехали друзья из другой страны, китайцы, мы с ними разговариваем, активно проводим разговоры. По вечерам у нас дискотеки, после которых мы уже просто на отбой идем на полчаса раньше. Настоящая столица счастливого детства. Именно так называют лагери на берегу Синекой Нарочи. За половиковую историю Зубренок стал центром притяжения школьников со всего мира. Побывать здесь для каждого большая честь и награда за отличную учебу в школе. У меня еще подруг, это, 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 а любимая вот эта. А в Дзержинском районе предлагают путешествие с приставкой «Эко». Каникулы с белорусским акцентом проводят школьники из Ленинградской области. Среди них и Алена Савина. Девочка уже точно знает, что расскажет одноклассникам о фестивале славянских культур. Мы познакомились с очень классными ребятами. Мы поем каждый день песни, играем на гитаре. И вообще это очень-очень-очень круто. Потому что все-таки лагерь, ежнотонный лагерь, чтобы знакомиться, заводить новых друзей. В расписании флешмобы, лингвистические мастер-классы и спортивные турниры. С особым азартом проходят и международные матчи по баскетболу. Ребята очень активно влились в наш коллектив. Даже с утра, как они приехали, они не пошли отдыхать, а пошли сразу на спортивную площадку. Они участвуют во всех мероприятиях, как флешмоба. Буквально недавно у нас состоялся танцевальный батл. В лагерях сейчас начинается последняя смена. Набраться сил перед новым учебным годом в главный оздоровительный центр не только Минской области, страны. Впервые приедут дети из Индии, Египта, Вьетнама. То есть 1 сентября вспоминать о дружественной Беларуси будут почти в каждом уголке мира. Юлия Токарь и Максим Кураш. Новости. Центральный регион.